Перезагрузка Нарутана – дело не всенародное. Решают тут все члены полицовета, главы обкомов и иногда руководители первичек. Докладчики щеголяют не прежними мантрами типа «решение партии притворим в жизнь». Слух присутствующих ласкает какая-то бизнес-терминология. В аппарате партии внедрены принципы корпоративного управления. Школа политического менеджмента. Мобилизация граждан – это повод для роста патриотизма, социального оптимизма, позитивного настроя, консолидации нашего общества. Кажется, еще никто не в курсе, что эти рыночные усилия напрасны. Главное философское откровение впереди. Подойдите в церковь или в мечеть. Там порт взнос издают добровольно. Никто никого не ищет. И не 200 тенге, как сейчас некоторые говорят. Значит, мы должны вобрать, как это так. Ни пророк, ни Иисус Христос не имели ресурсов, ни государственных. Они даже были в оппозиции государству, в оппозиции прежним религиозным динаминациям. Ну, 2 миллиарда 300 миллионов сегодня веруют в ислам. И все сдают. Если перевести на общечеловеческий язык, Назарбаевский Нур-Утан почти как новая религия. Столичный электорат неодобрямс, но все же деликатничает по этому поводу. Ну, религия и партия – это две разные вещи, конечно. Ну, как можно? Человек может быть слепый. У человека всегда есть свое мнение на что-то. Ну, я считаю, что это излишество, крайность. На последнем съезде партия президента Казахстана объявила о ребрендинге, то есть о полном визуальном обновлении. Обновленцы сегодня еще раз доказали, что по-прежнему идут верной, указанной свыше дорогой.